Финансовая грамотность Финансовая грамотность Финансовая грамотность Финансовая грамотность Финансовая грамотность Вас, уважаемые телезрители, мы, как всегда, с благодарностью будем встречать, ежели вы решитесь нам позвонить. На самом деле, это ничего страшного, даже приятное времяпрепровождение. Звоните нам, 274-11-14, телефон прямого эфира, задавайте вопрос экспертам, либо расскажите нам, а как вы считаете, нужно ли преподавать финансовую грамотность, начиная вот со школьной скамьи, да еще и прямо с начальной школы. Либо оставьте свой комментарий в соцсетях, все адреса на ваших экранах, самое интересное, обязательно зачитаем в конце программы. Ну а на сайте kuban24.tv мы в течение сегодняшнего дня, в свою очередь, задавали тоже вам вопрос, есть ли у вас семейный резервный фонд. Предложили вам 4 варианта ответа. Да, есть в размере трех зарплат, есть, но совсем немного. Мои расходы равны доходам, а для кого-то ближе вариант, с чего копить, я и так многим должен. Если вы пока еще ни к одному варианту не склонились, зайдите на сайт kuban24.tv, сделайте отметку на понравившемся вам варианте, и итоги этого голосования мы тоже подведем в заключительной части нашей сегодняшней программы. Ну а с вами, уважаемые гости, я хочу начать разговор вот в каком ключе. Закончилась неделя финансовой грамотности, которая была в Краснодарском крае. Скажите, пожалуйста, наверное, Андрей Викторович, для чего вообще, как вы считаете, государству учить людей тратить деньги? Ну вот нужно ли это в принципе? Конечно, это нужно. В Краснодарском крае программа повышения финансовой грамотности населения работает с 2008 года. Данная программа финансируется как из средств федерального бюджета, так и средств Международного банка реконструкции и развития. Данные мероприятия, они имеют и законодательную основу на уровне Краснодарского края. Буквально в июле месяце был принят региональный закон о повышении финансовой грамотности населения в Краснодарском крае. Соответственно, эти мероприятия направлены в первую очередь на то, чтобы научить население финансовой культуре и не только население. Вот мы в этом году перешли уже и к обучению и в школе, и в высших учебных заведениях. Почему? Потому что есть такая проблема, как обманутые вкладчики и люди, пострадавшие от деятельности финансовых пирамид. Да, соответственно, прошли вроде бы 90-е годы, МММ. А в этом плане как будто бы ничего не поменялось? Да, к сожалению, мало что изменяется, вернее изменяется, но не так, как хотелось бы. Но 3,5 миллиарда рублей кубанцы потеряли, или, скажем так, оставили в этих финансовых пирамидах? Ну, по крайней мере, такие цифры приводят некоторые. 3,5 миллиарда рублей – это только, скажем, средства, потерянные за последние 5-7 лет. То есть мы даже не считаем те 90-е годы. Да, да, да. Это вот уже, что называется, современная история. Это и есть. Почему это происходит? Это происходит, к сожалению, от недостаточной финансовой грамотности населения. Вы знаете, о том, насколько, в принципе, финансово грамотно наше население, но мы тут, правда, говорили больше в целом о населении России, мы поговорили с независимым финансовым советником Натальей Смирновой. Вы знаете, очень интересное мнение, в красках она нам рассказала. Давайте послушаем его. Я не вижу разницы между тем, что было в 2005-2006-2007 и то, что происходит сейчас. Я, правда, ее не вижу. Как люди не имели заначки, так не имеют. Как люди брали кредиты и выплаты по всем кредитам превышали 40% дохода, так и делают. Как люди не планировали будущее, так и не планируют. Как люди планировали брать кредитов как можно больше и везде, когда надо, так и делают. Как люди искали всякого рода, ну, назовем это своим словом, отмазки, почему они не могут накопить денег. Те же самые отмазки, что и 10 лет назад до сих пор из их уст звучат. Как люди брали кредиты в валюте, чтобы сэкономить на процентной ставке, так они и берут, несмотря на то, что был 2008 год, и он их ничему не научил. Если я выйду на улицу и 10 любых людей спрашиваю, что такое акции, что такое облигации, что такое фондовый рынок, как из чего устроена наша пенсионная система, что такое страхование жизни, есть ли у вас страховка жизни и почему. Ну, если меня не пошлют, то, ну, по крайней мере, там, никто из них нормально на все вопросы не ответит. — Коллеги, вы согласны? Вот, Саид, вот, например, вы согласны с мнением нашей собеседницы? — Вы знаете, в общем-то, наверное, где-то согласны. — То есть, в принципе, близко, скажем так, к истине, да? — Да, достаточно близко. — Вот, и Андрей Викторович, и наш коллега Наталья Смирнова говорила о том, что... Ну, упомянули, да, о достаточно большой задолженности. Вот меня сегодня заинтересовала одна цифра. По состоянию на 1 мая этого года объем просрочной задолженности по кредитам составил 34,7 миллиарда рублей. Количество таких должников, только в крае, мы сейчас говорим только о крае, превысил 10 тысяч человек. Но, с одной стороны, 10 тысяч человек в рамках, там, 5,5 миллионов населения Кубани, это может быть и немного, да, но сумма-то она недостаточно приличная. И это одна из причин того, что, как вот и Наталья говорила, люди, скажем так, закредитовываются, да, и это тоже последствия такого вот финансового, финансовой такой неграмотности. Скажите, пожалуйста, может быть, Алексей, вы мне скажете, вот в рамках этой недели финансовой грамотности, что проводились мероприятия по разным городам Кубани, что людей интересует? Понятно, что приходят эксперты там с неким своим посылом, да? Но от людей какая обратная связь? Что спрашивают? В основном люди спрашивают, как можно в условиях современной экономики все-таки сэкономить, на чем? Как можно найти вот средства, которые можно было бы сберегать и в дальнейшем инвестировать? Это, наверное, основной вопрос, который люди задают. И, в принципе, это понятно, почему? Потому что мы видим, что такого серьезного роста доходов населения не происходит, а при этом каждый день мы ходим в магазин и видим, что товары все равно дорожают, так или иначе. Поэтому, естественно, каждого волнует, как с таким небольшим бюджетом можно вложиться в предыдущие желания, в предыдущие траты. Но раз спрашивают, как инвестировать, значит, есть что инвестировать. Ну, мы сейчас даже говорим не о каких-то глобальных проектах, да? Пусть даже это под инвестицией мы будем принимать, скажем, какой-то депозит в банке на вполне себе применяемые суммы. Но, значит, что-то есть? Конечно, у людей что-то есть. И как бы вот, Андрей Викторович, уже и вы подтвердили о том, что динамика именно в последние годы случаев мошенничества на финансовых рынках подказывает, что деньги есть. Потому что вот те случаи, с которыми к нам обращаются, когда люди относят не там 10-20 тысяч, а это уже вопрос стоит о сотнях тысяч, а в некоторых даже случаях о миллионах рублей стоит. То есть у людей есть. Причем, когда задаешь вопрос, ну, откуда такие деньги? Кто-то говорит, а я экономил 7 лет. Кто-то говорит, а я экономил 20 лет. Кто-то говорит, а я там квартиру свою заложил в банк для того, чтобы… Ну, то есть люди начинают как бы вот такие вот попытки, не обладая знанием инвестирования, да? То есть слыша везде о том, что да, это нужно, о том, что это, ну, можно сказать, в какой-то мере сказать, модно инвестировать. Но при этом, не обладая знаниями, они вот такие вот шаги предпринимают. Очень много людей сейчас интересуют вопросы, связанные с пенсионной реформой, которая идет у нас в стране. Потому что, ну, естественно, вопрос будущего обеспечения, старости достойный. Это вопрос, наверное, актуальный для каждого из тех, кто работает на предприятии. А как вы считаете, нужно ли повышать финансовую грамотность населения Кубани? Позвоните нам, расскажите о своем мнении, 274-11-14, телефон прямого эфира. Если вы звоните к нам не из Краснодара, то набирайте код 861. Скажите, вот тогда еще один момент. А учить, ну, в принципе, вот уже взрослых людей, да, это, в принципе, такое благодатное занятие? Или да, да, информируем, да, рассказываем, но это, скажем так, не учеба вот в классическом ее понимании? Ну, скажем так, взрослое население, конечно же, тяжелее учить. Почему? Потому что есть какие-то устои, есть какие-то принципы к привычке, да, которые сложились. Самое тяжелое, это, наверное, обучить уже людей пенсионного возраста. Потому что у них не только, как бы, старые еще там советские привычки, но более того, они еще не до конца смогли, скажем так, разобраться в современном мире финансовых инструментов. Недоверие. Да, то есть, ну, да, правильно, есть такое еще понятие, как недоверие. Ну, после, особенно, всех тех элементов, которые происходили, да, в нашей стране, в течение определенного времени. С молодежи здесь проще, и мы понимаем, что через молодежь можно достучаться и до взрослого, скажем так, поколения, когда дети приходят домой и начинают спрашивать о том, папа, а какой у нас бюджет, и начинают вплоть до того спрашивать, а сколько из этого бюджета мои карманные деньги должны быть, да, то здесь, как бы, уже, ну, естественно, что родители начинают, как бы, общаться, даже порой задумываются, даже порой через, там, какие-то учебники, которые, либо пособия, которые дети получают, начинают сами интересоваться, а как могло бы быть по-другому. То есть, вот этот, как бы, такой процесс, который, ну, действительно, дает результаты. А как вы считаете, Елена, вот тот, скажем так, эксперимент, который сейчас проводится, да, в семи школах и гимназиях Краснодара по внедрению, скажем, вот этого предмета финансовой грамотности, насколько он необходим? Мы пока еще не можем, наверное, говорить о том, насколько он оправдал себя, но насколько он необходим детям? Этот эксперимент является продолжением прошлого учебного года, ведь в прошлом учебном году Краснодарский край вошел в число пяти регионов, где опробировалось в школах Краснодара и в школах Услабинского района учебно-методический комплект по финансовой грамотности, начиная со второго класса и до старшей школы. Причем в старшей школе в 10-11 классах это уже были профильные учебники математического профиля, юридического и экономического, то есть достаточно серьезные учебные пособия. И результатом той апробации как раз стало, ну, можно сказать, что учителя Краснодарского края приняли участие в разработке этих пособий, которые уже, с которыми работают сейчас учителя в Краснодаре. Актуальность этой темы очень высока, поскольку в апробации принимают участие, конечно же, учащиеся, их родители и учителя. Ну, а что говорят сами и учащиеся, и родители? Вот как они встретили эту программу? Учащиеся встретили, очень хорошо, надо сказать, пользуются популярностью эти уроки. Эти уроки отличаются, да, они сейчас проводятся, конечно, не в форме уроков, а это факультативы, это внеурочная деятельность. Проводятся для начальной школи в игровой форме, для средней и основной школи, это в основном проекты, групповая работа. Ну, скажем, тема кредиты. В средней школе я видела, присутствовала на занятии, когда класс разделился на группы, в таблице организаторы занятия привели сведения по нескольким банкам, по нескольким категориям, и учащиеся в группе должны были определиться, какой кредит, допустим, автокредит в каком банке выгоднее взять, рассчитать это все во время учебного занятия, где потребительский кредит в каком банке. Таким образом, в практике рождается истина. Потом, наверное, эти дети уже могут давать советы своим родителям о том, чтобы обратить внимание вот здесь, вот здесь, да, потому что кто-то же, как мы тут уже говорили, достаточно большая закредитованность. Мы с вами вот уже немного до программы обсудили. У нас есть, давайте попробуем показать зрителям, есть такое учебное издание, но это, правда, издание довольно уже, старое, скажем так, 4 года ему, 12-го года. Ну да, здесь есть красочные картинки, но вы сказали, что сейчас издание уже, скажем, выглядит по-другому. Что изменилось? Изменился шрифт, скажем, и учебники сейчас, вот это издание совершенно не указано, авторы не позиционируют ни к какому возрасту. Мы с вами не нашли нигде указаний, и его там и не может быть. Ну, потому что это какое-то обобщающее издание. Одним из трудностей как раз введения вот сейчас этой темы как раз является распределение по возрастам. Это на самом деле проблема, с какой темы начинать, какие темы в каком классе следует рассматривать. Вот этот учебник, он универсальный, там очень мелкий шрифт, задания не выделены, то есть достаточно этот учебник, ну, может, так сказать, для старших школьников может быть применим. Для взрослых даже больше. Да, ну, может быть, даже для взрослых вот в данном случае. Для школьников нужны более четкие формулировки, более четкие определения, оно должно быть выделено, вопросы, они должны быть выделены, то есть маркировка. Ну, то есть сейчас это уже все стало более удобным. Саид, скажите, а как вы считаете, вот проводя такое вот обучение в школе, как это повлияет на, вы знаете, даже, может быть, не на культуру потребления, а на те спорные моменты, которые в процессе потребления тех или иных товаров и услуг могут возникнуть у людей впоследствии. Ну, то есть я это все к тому, что в Ваше ведомство ведь много обращений. Как много связано с, вот, можно соотнести с тем, с той проблемой, о которой мы говорим, с финансовой неграмотностью? Прежде всего, хотелось бы отметить, что действительно сейчас финансовая грамотность просто крайне необходима. Учитывая количество обращений, которые направляются в управление Роспотребнадзора, именно касающиеся вопросов финансового, оказания финансовых услуг, это и вопросы по кредитным договорам, это вопросы по картам, это вопросы по вкладам. То есть, хотелось бы отметить, что прежде всего, наверное, все эти вопросы связаны с теми, что человек изначально неподготовленно, можно так сказать, получает ту или иную банковскую услугу. Ну, такие элементарные вопросы, как подписывая кредитный договор, он просто не знакомится с приложениями к этому кредитному договору. Достаточно много таких всяческих нюансов, которые человек, просто придя в банк и желая получить ту или иную кредитную услугу, он не задумывается о последствиях. Ну, и не знает, на что обратить внимание. Да, не знает, на что обратить внимание. Ну, хотелось бы сказать, что сейчас достаточно большое количество пособий, вот как сказали это пособие. Также было управлением Роспотребнадзора, с Минфином выпущены памятки, мы их тоже распространяли, они и на сайте у нас содержатся. У нас есть интерактивный киоск, который, в общем-то, любой желающий может прийти, получить всю информацию о любом банковском продукте. Но, увы, таких желающих у нас пока не очень много. То есть, как правило, у нас человек пока гром не грянет, может не перекреститься. Поэтому у нас примерно все выглядит именно так. И, увы, в многих случаях обращений, когда граждане к нам обращаются с нарушением тех или иных норм, мы уже видим тот факт, что привлечь к административной ответственности, даже в случае подтверждения нарушений кредитных организаций, мы не можем, поскольку либо уже истек срок привлечения к ответственности, либо человек добровольно сам подписал все, совсем согласился, везде проставил на каждом листе договора свою подпись. Поэтому, конечно, необходимо... В общем, нужно ковать эти знания смолозу. О том, насколько оправданно, в принципе, введение вот такой финансовой дисциплины именно с детства. Вы знаете, мы поговорили с человеком, который работает над приумножением денег, причем, наверное, в том числе и наших с вами. Я имею в виду, это советник-председатель правления одного из банков. Правда, банк работает в Татарстане. Денис Валеев, он поделился своим мнением по этому поводу, в том числе и с собственной жизнью. Дети очень быстро схватывают необходимость бюджетирования, например, расходов. То есть люди всегда хотят очень много всего разного, но наши средства всегда ограничены, независимо от того, насколько человек богат. Всегда есть определенные ограничения. Именно эти ограничения говорят нам, что все наши расходы необходимо тщательно изучать, планировать и работать над непредвидительными расходами, ну, чтобы их не было, чтобы они не возникали. Ну вот еще один, еще одно мнение в пользу все-таки того, что чем раньше такое образование начнется, тем будет лучше. Андрей Викторович, я у вас хотел уточнить еще такой момент по Всероссийской неделе сбережений. Она тоже проводится не первый раз. Сейчас вот закончилась неделя финансовой грамотности, да, и начнется неделя сбережений. То есть в чем главное отличие? Здесь будут специалисты рассказывать о том, как правильно приумножить, не только сохранить, но и приумножить? Да, как правильно сохранить и приумножить те средства, которые есть у населения. Всего запланировано больше 150 выездных мероприятий на территории края. Соответственно, на этой неделе мы этим занимаемся. Ну что там, это тоже круглые столы, какие-то лекции, встречи? Это, скажем, лекции, больше это все-таки лекции, но интерактивные, то есть из зала задаются вопросы, и лекторы с удовольствием на них отвечают. На сайте вот у вас еще указано, что есть и видео лекции, то есть, скажем, такой интерактивный, скажем, да, уже возникает элемент, когда не нужно даже приезжать куда-то, а можно сделать все по интернету. Можно сделать все по интернету, но все-таки живые встречи, они всегда более усваиваемы населением и дают больше результатов. Кто участвует? Ну, наверное, там специалисты пенсионного фонда? Участвуют специалисты пенсионного фонда, участвуют представители банков. Во-первых, они рассказывают о своих продуктах, о своих возможностях, соответственно, получают возможность уже в аудитории получить своего будущего или нынешнего клиента. Как вы из предыдущих, наверное, опытов проведения подобных мероприятий, можете, там, могли бы оценить, насколько вот тема сбережений важна по разным, скажем, возрастным категориям? Кто больше интересуется сбережениями? Более молодое, зрелое население? Вот больше интересуется и больше приходит посещаемость. Конечно, это более взрослое население, даже, сказал бы, пожилое. У которых, да, есть накопление. Безусловно, у молодежи накоплений, наверное, нет. Или их очень мало, потому что потребностей много. Есть, наоборот, желание кредитоваться. И чем больше, тем лучше. А вот люди уже в возрасте, естественно, их беспокоит и старость, и то, о чем вы говорили. Ну, это, опять же, есть, наверное, в привычке, да, там, система накопления у более взрослых людей. О том, как повысить уровень собственной финансовой грамотности, продолжим разговор и далее, но сделаем небольшую паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Шевченко, декан экономического факультета Кубанского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор. Игорь Викторович, добрый вечер. Александр Аристархов, начальник управления по взаимодействию со структурами финансового рынка Департамента инвестиций в развитии малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Александр Александрович, добрый вечер вам. Добрый вечер. Людмила Черных, исполнительный директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал» и заместитель руководителя регионального методического центра в Краснодарском крае. Людмила Павловна, здравствуйте. И Сергей Кусакин, начальник отдела торгового эквайринга Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк». Сергей, добрый вечер. Вас, уважаемые гости, благодарю за то, что этим вечером нашли время и пришли к нам в студию. Давайте мы с вами начнем вот с чего. Вопрос, нужно ли учить людей тратить деньги, мы задали горожанам. Давайте посмотрим, что мы ответили. Человек должен не только уметь зарабатывать, но уметь еще и тратить свои деньги. Поэтому обязательно нужно учить финансовой грамотности. Общее развитие должно быть элементарно, и финансовая грамотность в том числе. Обязательно. Почему? Это будущее, финансы, это будущее. Мир наших детей, они должны знать, как жить, на что жить. Обязательно нужно знать финансовую грамотность. Единственное, что этому должны учить люди, достаточно грамотные специалисты, квалифицированные. А не просто так, семинары, мастер-классы и так далее. Ну, я думаю, нужно, чтобы они не попадали в трудные житейские ситуации, когда занимают деньги и не знают, как отдать. Надо разбираться, конечно, и в этом деле. К сожалению, есть более интересные, конечно, вопросы в жизни, но это нужно. Время идет, на месте не стоит, финансы меняются, жизнь меняется. Абсолютно нужно учить финансовой грамотности. Постоянно это учеба, это наше будущее. Учение, как говорится, света, да, а не учение, чуть света на работу. Игорь Викторович, с Вас хотел бы начать. Скажите, пожалуйста, как, наверное, и в любом вопросе, есть теория вопроса, а есть практика вопроса. Вот с точки зрения науки, что Вы бы включили в понятие финансовой грамотности? Финансовая грамотность – это, прежде всего, возможность получать доходы, возможность расходовать средства правильно и сохранять право не потерять эти деньги. И, с другой стороны, это возможность иметь правую обеспеченность. На самом деле, финансовая грамотность предполагает обучение людей возможности заработать деньги. Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что без зарабатывания средств, без инвестирования, без вложений определенных у человека не получится возможности иметь какие-то накопления определенные. Вторая позиция – это, естественно, расход средств. Мы слышали горожан, которые говорили о том, что необходимо ввести книгу учета, книгу расходов. Это, на самом деле, очень важный вопрос, потому что многие люди тратят деньги, не понимая, какой потом в итоге остаток у них получается в конце месяца, в конце года, в конце квартала. Третий момент – это, естественно, иметь возможность представление о тех рисках, которые их предвосхищают, потому что много людей не понимают о том, что, вложив деньги в какой-то определенный банк, который, может быть, иметь смутную репутацию, они эти деньги потерять, в конце концов, могут полностью. Или, с другой стороны, взяв какой-то кредит под большой процент, типа быстрые деньги, они, в конце концов, отдают не только ту сумму, которую они взяли, но еще в 2-3 раза больше, чем они получили. А порой в 20-30, как это сейчас часто встречается в микрофинансовых организациях? Ну, и с другой стороны, наверное, в понятии финансовой грамотности я бы включил возможность защищать свои права, отстаивать свои права, потому что, если человек как-то попал в трудную ситуацию, попал в руки мошенников, если он не знает своих юридических возможностей, юридических прав, то, наверное, это было бы неправильно. Надо и учить его правовой грамотности, потому что средства нужно даже и те, которые они получили или потеряли, иметь вернуть почти в полном объеме. Вы знаете, ваше мнение практически, если не дословно, то очень во многом совпадает с мнением Виктора Полторанина, экономиста и аудитора. Он, правда, сейчас находится в Португалии, но мы с ним поговорили по телефону, вот как он характеризовал, что входит в понятие финансовой грамотности. Понятие финансовая грамотность очень простое. Это, по сути дела, ответы на три вопроса. Как правильно привлечь деньги? Второе, как правильно их потратить? И третье, как правильно вложить оставшиеся от предыдущих пунктов деньги? Ну и, конечно же, по каждому из этих направлений есть детализация и так далее, и так далее. К примеру, как мы можем привлечь деньги? Это и займы, это и совместная деятельность, это и акционерный капитал, многое другое. Как потратить правильно? Мы должны всегда следить за соотношением доходов и расходов для того, чтобы не попали в дефицитную зону. Куда вложить? Здесь мы с вами смотрим, что получается более эффективным из предложений на рынке. Депозиты или ценные бумаги, или вложение в какое-то предприятие. В любом случае мы оцениваем прибыльность и принимаем решения. Так вот, мы поднимаем под финансовой грамотностью, как правило, информацию, которая целенаправленно дает представление о том, как рациональнее подойти к той или иной задаче. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы и ваши коллеги по работе в банке, что называется, на первой линии, общение с клиентами. Как вы бы оценили уровень финансовой грамотности тех людей, кто приходит к вам в банк за теми или иными услугами? Уровень финансовой грамотности у каждого человека свой. Все зависит от, грубо говоря, и социального статуса, и возраста. Но в целом тенденция людей, которые сейчас приходят к нам в банк, которые приходят в целом и обращаются со своими вопросами, показывает о том, что люди обучаются, люди видят, люди знают и знакомятся не только с нашими продуктами, но и в целом с продуктами многих линейки банка. И причем видно, как человек может, например, сказать, что вот здесь так, а вот там вот так. То есть начинает уже анализировать. Да, да, и начинается разговор, что лучше, как есть финансовые консультанты. У нас также есть проблема обсуждаемая. То есть есть и люди, которые могут проконсулировать определенный сегмент. В принципе, это все уже переходит в диалог. Уже нет такого, что человек не знает, куда он пришел, для чего. То есть уже можно говорить о каком-то уровне. Александр, мы вот тут в предыдущей части программы с гостями говорили о том, что сейчас начинают вводить финансовую грамоту, то есть прямо со второго класса школы, и проводят эксперимент, в том числе и в краснодарских школах. Как Вы считаете, насколько оправдан такой подход, что вот уже, ну, это получается, если второй класс, то это там 8 лет ребенку. Насколько оправдан такой подход, что с 8-летними детьми начинают говорить о деньгах, о том, что и как, как это все, как вся финансовая система устроена? Смотрите, ну, сказать, что рано или поздно, я думаю, что все-таки нормально. По одной простой причине. Мы же можем с вами говорить о финансовой грамотности, не применяя те взрослые слова, к которым привыкли старшие поколения, там рубль, деньги, акции, вклады, кредиты. Мы же можем заменить те слова какими-то терминами, которые понятны детям, и на примере, и с использованием этих терминов, собственно, объяснить какие-то базовые вещи, на которые потом, на костяк знаний которых, можно, извините, заражение, нанизать уже взрослую модель поведения. И если мы возьмем, в принципе, ту методику, тот формат, который принят Минфином России в плане проекта повышения финансовой грамотности, мы видим, что там задействованы практически все группы населения по возрасту. И дети, как вы сказали, и обучающиеся школы средних специальных образований и высших учебных заведений, и взрослые поколения, которые, в принципе, уже в какой-то степени нажили какой-то опыт, но зачастую, не зачастую, во многих случаях этот опыт может быть не верен, тоже будет корректироваться определенной инфраструктурой, скажем так, инфраструктурой финансовой грамотности и приводить к определенным результатам. То есть любой человек, он должен иметь возможность изменить свою жизнь к лучшему, хотя бы в финансовой части. Нам по телефону 274-11-14 дозвонилась Галина Анатольевна. Галина Анатольевна, добрый вечер вам. Добрый вечер. У вас есть вопрос к нашему гостю? Да, ну вот молодой пенсионер, какие-то есть у меня небольшие скопления, я пришла в банк, ну не будем уточнять какое, и хотела бы вложить свои деньги. Ну мне кроме процентов на какой-то банк, ну 11, 12, 8 годовых, ничего не предложили другого. Перевести пенсию, ну это понятно, это всем выгодно, но мне никто не предложил сказать, что вот купите акции или сделайте вложение вот в это предприятие. Я бы могла вложить там пусть хоть 3 копейки свои, но вложить в какое-то предприятие, в развитие любого предприятия, но таких как бы предложений не поступало. Вот, ну а так как я человек уже, так сказать, в возрасте, и уже ваши эти молодые финансовые все проблемы для меня очень далеки, и я от них очень далека, и я их не понимаю, я так скажу сразу. Вот, я бы хотела узнать, как это вообще возможно что-то сделать реально, прийти и положить деньги. Спасибо, Галина Анатольевна. Сергей, ну какие еще есть у людей варианты, кроме депозитов? Хотя, на мой взгляд, вот названные цифры в 11-11% это уже, ну, очень смело оптимистичная такая цифра, да? Не то, что оптимистичная, это очень такая интересная цифра, которая уже там зависит от суммы, которую человек собирается вложить. Ну и может даже вызвать некую обеспокоенность. Да, ну не то, что обеспокоенность, дело не в этом, просто все зависит от того, с какой человек пришел сумма, и опять же, куда он пришел, то есть, если мы говорим о стандартном филиале банка, куда зашел клиент, ему предложили стандартную продуктовую линейку, которую может дать банк, в зависимости от той суммы, которую он дает. То есть, здесь два момента. Во-первых, неправильная классификация самого клиента, а может быть, неправильная оценка своих финансов клиент, как оценивать свои финансы и возможности свои вложения. И могу сразу же добавить, ну, по крайней мере, я еще не встречал профессионального финансового консультанта, который может сказать, ребят, вот купите именно вот эти акции, и вот у вас будет счастье завтра. Или там будет через год. Есть возможность анализа. Есть люди, которые так говорят, но опять же, это может вызвать, или там должно вызвать неправильность. Да, я могу сразу же сказать, что в банках есть эти консультанты, могут расписать разные продуктовые сплиты, можно сделать расчет финансовой прибыльности на определенный срок, но все зависит от суммы, и что вы хотите, и на какой период, как вы хотите это заработать, что именно вас интересует. Это все есть во всех банках практически. Скажите, пожалуйста, ну, раз вы несколько раз повторили, что все зависит от суммы, от какой суммы можно говорить, например, о работе денег в виде акций, облигаций, ну, не просто дебюзитарного вложения? От акций, облигаций можно говорить от суммы от 10 тысяч рублей. Это, еще раз говорю, не повторюсь, не про мой банк в целом, в котором работаю я, но, в принципе, можно говорить, я 10 тысяч рублей, но насколько правильны эти инвестиции? Вот, нет, ну, я говорю, вот чтобы сумма совпадала, еще и с тем, чтобы обратная реакция, что называется, была ощутимой. Есть три составляющих клиента. Рисковый клиент, средний взвешенный риск и без риска. Вот если без риска, мы говорим с вами о депозитах, и с вами мы говорим о металлических счетах, возможно, валютных каких-то интервенциях, и разбитие этого портфеля на три составляющих. Это вы точно что-то получите, но вряд ли это будет сильно больше инфляции. Да, вот. Теперь средний, это человек, который разбивает, говорит, да, я готов там зайти в акции, в облигации государственные, готов на этом заработать, да, мне это нравится, но я бы хотел, чтобы это было бы 100% или приближенно к 100% прибыльности. То есть мне это даст какую-то прибыль. Это уже средний. И есть уже вот первый сегмент такой, это рисковый. И вот 10 тысяч рублей, это есть возможность либо их просто выкинуть и сжечь, либо есть возможность заработать. Но еще раз говорю, здесь зона риска. И на самом деле я бы не советовал никому заходить с такой суммой на финансовый рынок. Начинать нужно вот 400-300 тысяч, но это вообще минимум, вот с чего нужно заходить. И опять же, если вы никогда в жизни не работали с финансовыми инструментами, ну, были у нас уже и в новостях, и по телевидению показывали, когда люди ошибались, неправильно заходили в систему, вбивали не то, или, например, играли на биржах или на конвертации в Форексе, и при этом попадали в ситуацию, когда просто переплачивали за конвертацию, не учитывая этот момент при совершении операции. Ну, то есть, грубо говоря, платили за процент с операцией больше, чем зарабатывали. Ну, вот, наверное, все-таки для того, чтобы людям разных и социальных статусов, и положений, и возраста в том числе, и с разными имеющимися денежными ресурсами, для того, чтобы узнать максимум о имеющихся инструментах, как раз, наверное, вот и проводятся мероприятия в рамках и недели сбережений, и недели повышения финансовой грамотности. Вот там-то все это подробнее расскажешь. Ну, здесь вот больше там поднимаются эти вопросы, они подробно, не рассказываются прям досконально, но поднимаются вопросы. Там можно задать рекорд. Давайте мы пока немножечко еще вернемся все-таки к финансовой грамотности на уровне школы. Людмила Павловна, у вас хотелось бы спросить. Мы говорим о том, что детей учат, в то же время мы говорим о том, что средний уровень финансовой грамотности у людей, ну, пока еще хромает и не очень высокий, но кто-то же этих детей из числа этих же людей учит, либо все-таки учителя прошли какую-то специальную подготовку? Обязательно, конечно. Реализация данного проекта, она, собственно, направлена на то, чтобы прежде всего подковать наших преподавателей и учителей, начиная от преподавателей начальных классов, заканчивая учителями-преподавателями старших классов, среднеспециальных образовательных учреждений. Разработаны методики, разработаны учебно-методические комплексы. Преподаватели проходят первично базовую подготовку по финансовой грамотности для самих себя, и затем они снабжаются теми методическими материалами, кейсами, комплектами учебников, методик, с помощью которых они смогут эти знания передавать своим деткам. Безусловно, существует проблема, как преподнести объем по финансовой грамотности малышам, второй-четвертый класс. Существуют разработанные тренинги, открытые уроки, открытые материалы, с помощью которых, конечно же, преподаватели и учителя сами овладевают знаниями, и, соответственно, уже могут легко ориентироваться во всем этом. У нас создан региональный методический центр на базе Краснодарского края. Это один из 15 центров, которые готовят учителей и преподавателей. В рамках проекта мы должны обучить 900 человек, преподавателей, учителей всех различных возрастных групп и среднеспециальных образовательных учреждений, школ, интернатов, в рамках которого каждой категории преподавателей будет дана своя методика, с помощью которой они смогут доносить эти знания детям. Ну вот, собственно, видимо, эту же методику обучения прошла и Ирина Будлянская, это преподаватель 25-й гимназии. Давайте у нее по телефону спросим, а как дети реагируют на эти знания. Ирина Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Валерьевна, мы вот тут говорим о повышении финансовой грамотности в первую очередь среди детей, в нашем с вами случае. Скажите, а как вам удается интересно и, главное, понятно рассказать детям о деньгах, о том, как они могут работать и что они могут дать? Ну, во-первых, само название «финансовая грамотность» привлекает детей, потому что это не обычный предмет, это новый предмет, и причем это то, что детям всегда близко, и это их окружает. И этот курс, который мы опробировали в прошлом году, дети восприняли с большим воодушевлением и с интересом. И нужно сказать, что не только дети, но и родители. И вот опробировали в восьмом классе, ребятам на этот момент исполняется 14 лет, и мы все с вами знаем, что и с правовой точки зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе и в финансовой сфере. И если ребенка необходимо обучить определенным действиям в современных условиях финансового мира, то, конечно, мы готовы в этом ребенку помочь вместе с родителями, вместе с представителями банков, которые с удовольствием приходят к нам на наши занятия и помогают нам проводить занятия, то здесь, конечно, ребята воспринимают этот курс с большим удовольствием. Тем более, что это внеурочная деятельность, безотметочная система, которая приоткрывает немножечко завес. Ирина Олеговна, а скажите, пожалуйста, а что детям больше всего нравится из обсуждаемых моментов? Может быть, процентные ставки по кредитам или ставки Международного валютного фонда, ипотека, пенсионные, накопления, что-нибудь из этого или другие темы? Ну вот, детей очень часто интересуют, они больше всего задают вопросы, как можно накопить, как можно сэкономить, каким образом можно заработать деньги в 14 лет. Конечно, до пенсионной системы дети еще каким-то образом дорогие, возможно, слышат ситуацию из семьи, но вот их интересуют их личные деньги, их личные сбережения, каким образом можно их приумножить. Спасибо. Ирина Валерьевна Будлянская, преподаватель гимназии номер 25, которая, собственно, и занимается повышением той самой финансовой грамотности детей, о котором мы тут говорим. Вы знаете, еще одним мнением хотел бы с вами поделиться. Мы сегодня дозвонились в одну из гимназий города Москвы, которая над вопросами финансовой грамотности в своей школе работает достаточно давно. самой школе именно сегодня, так уж случилось, исполнилось 24 года. И директор этой гимназии Ирина Баганцева рассказала нам о личных наблюдениях за детьми, которые не только на уроках, но и вне уроков обсуждают эти финансовые темы. И я вижу, что повысился интерес детей, их осведомленность в вопросах финансов. И я даже вижу на перемене, как они спорят по каким-то экономическим вопросам, как семиклассники обсуждают процентную ставку и сыплют такими терминами, в которых я и сама не очень сильна. Коллеги, я вас хотел бы спросить. Я когда днем, вот мы говорили с Ириной, и она сказала, да, относительно того, что это седьмой класс, и на переменах они обсуждают процентную ставку по кредитам. На мой взгляд, ну, как-то немного неестественно, что ли, в седьмом классе говорить о процентной ставке по кредитам. Что это? Детство проходит? Это вот уже настолько школьная программа шагает вперед. Людмила Павловна, как вы считаете, какие изменения вот здесь произошли? Вы знаете, на самом деле, это может быть отчасти проходящее детство, когда человек уже вступает в самостоятельную жизнь, во-первых. Во-вторых, вся его жизнь, собственно, пронизана той информацией, о которой мы сегодня говорим, это финансовая грамотность. Ведь здесь важно даже не только то, что дети стали обсуждать процентные ставки по кредитам, но в том числе, что дети начали осознавать себя реальными механизмами в социуме. То есть в рамках данных курсов преподаются и правила поведения в государственных структурах, как пользоваться правильно государственными механизмами, в том числе и госуслугами, в том числе, как правильно вести семейный бюджет, как правильно оплачивать коммунальные услуги, как можно сэкономить и в этом. Поэтому, ну, вот кредитные ставки для деток, это понятно, да. Они взрослеют, они вместе с семьей, это замечательно, что они учатся обсуждать это все. И уже в этом возрасте, собственно, приучены к тому, чтобы учиться считать деньги и прогнозировать, собственно, свой семейный бюджет. Ну и давайте для того, чтобы как-то все-таки уже завершить тему детей и финансов, я предложу вам еще раз мнение Натальи Смирновой, независимого финансового советника, которая из личного опыта приводит пример, как она научилась правильно считать деньги. Мне родители на своем примере показывали, как распоряжаться деньгами. И причем это были не уроки домашней финансовой грамотности, когда меня сажали за парту и говорили, значит так, вот доход, вот расходы, надо классифицировать так. Просто так же, как родители учат родному языку, ну не знаю, чистить зубы по утрам и так далее, если они ребенка так же легко будут вовлекать в финансовое планирование, вместе с ним обсуждать какие-то цели, при нем обсуждать планирование бюджета, при нем обсуждают доходы, расходы, инвестиции, страхование и так далее, то у ребенка это, что называется, с молоком матери впитается и он будет вести себя так же, как родители. Если мы в школе просто один раз в неделю будем проводить урок финансовой грамотности, а дома будет безграмотность, ребенок, у него будет, как это можно сказать, когнитивный диссонанс. Игорь Викторович, и в порядке, может быть, небольшого комментария, а насколько высшая школа у нас сегодня готова закрепить знания, полученные детьми, вот в рамках школьного курса финансовой грамотности? Сейчас, скажу, как раз есть небольшой разрыв между теми студентами, которые пришли, теми, которые придут благодаря тому, что школа научит их немножко финансовой грамотности. Но этот разрыв нам приходится компенсировать тем, что, например, при Московском госуниверситете создан федеральный методический центр, который предлагает разработать новую систему государственных стандартов, куда включить такую компетенцию, как управление личными финансами. Вот под этой вот гидой, получается, создается федеральный центр, один из 15, который будет заниматься обучением студентов, преподавателей сначала, которые потом будут обучать студентов. Речь идет о том, чтобы не только экономисты обладали основной финансовой грамотности, те, кто поступает на экономический факультет, а ребята всех специальностей, филологи, химики, физики, чтобы они получили определенную долю знаний, которая позволит им впоследствии, как мы говорим с вами, не потерять деньги, приобрести новые возможности для увеличения своих финансов и не рисковать так, как это рисковали их папы, мамы и потеряли определенные финансовые сбережения. На самом деле обучение это очень важно, очень необходимо. Мы даже провели небольшой маленький опрос среди школьников. И вот первоклассники, ребята первоклассники рассуждают вполне разумно, вполне рационально. Они понимают, что такое доллар, почему растет доллар, потому что его поливают, условно говоря. Почему, например, происходят экономические санкции, ну потому что экономят деньги, поэтому и санкции. На самом деле это очень интересно и не надо думать о том, что дети не понимают. Они много понимают, просто не совсем как-то пытаются это все расставить по полочкам. Ну и действительно, они, наверное, уже с совершенно другим багажом знаний придут и в высшую школу, и затем уже, что называется, во взрослую жизнь вступят с другим набором, если может быть неумений, то по крайней мере знаний в части распоряжения собственными финансами. Пожалуй, о процессе обучения финансовой грамоте с уровня школы и включая высшее учебное заведение. На этом можно и сделать паузу о роли государства и финансового сектора в повышении финансовой грамотности населения страны и Кубани в частности. Поговорим буквально через пару минут. Расскажите нам, есть ли у вас семейные накопления и, может быть, вы хотели бы их приумножить, ну или как минимум сохранить, но не знаете, как это сделать лучше, потому как финансовых услуг на рынке нынче много, да и государство предлагает различные механизмы 274-11-14. Телефон прямого эфира. Если вы звоните к нам не из Краснодара, набирайте код города 861. Я уже пока представлю присоединившихся к нашей беседе новых гостей. Это Антон Кузнецов, управляющий Альфа-банком в Краснодаре. Антон Викторович, добрый вечер. Григорий. Александр Ристархов уже, соответственно, помните. Валерий Маскайлов, это управляющий Краснодарским областным центром макрорегиона Почта-банка. Добрый вечер. И Роман Гребенников, помощник-заместитель председателя правления Банка Кубань-Кредит. Роман Владимирович, добрый вечер. Уважаемые коллеги, вот, наверное, в первую очередь банкиры. Я в прошлой части программы вашему коллеге-представителю банку задавал такой вопрос, но хочу повторить его и для вас. Вы работаете с людьми, вы предлагаете им совершенно различные и, на мой взгляд, неимоверный набор различных услуг. Люди, которые к вам приходят, они подкованы, они знают, как во всем этом разобраться. Где-то они уже что-то узнали и получили информацию. Роман Владимирович, по-моему, не согласен. В какой-то части люди, которые к нам уже приходят, они информацией обладают. Но это, в первую очередь, касается тех услуг, которые, скажем так, стандартны. Вклады, кредиты. То, что касаемо, допустим, услуг более современных, допустим, банковские карты, технологии интернет-банкинга. Здесь уже, конечно, у людей знаний не хватает и требуется дополнительная консультация. Для того, чтобы у людей эти знания были. Ну, понятно, что для получения информации о банковских услугах нужно обратиться в банк. Ну, а в целом, для того, чтобы люди лучше представляли, что и как они могут делать с деньгами. Что нужно делать? Вот Александр Александрович нам немного сказал о том, что мы с ним говорили в предыдущей части о том, что есть недели финансовой грамотности, сейчас будет неделя всероссийской, неделя сбережений. Что еще? Бизнес что-то может предложить? Безусловно. Бизнес может предложить. И я считаю, что бизнес, наверное, должен явиться неким проводником тех идей, которые проходят на уровне правительства федерального, тех идей, которые реализуются на уровне администрации нашего края. Бизнес может заниматься финансовым просвещением. Понятно, что это для бизнеса определенная статья расходов, затрат. Это не коммерческие проекты, так или иначе. Ну, безусловно, это такой больше социальный функция. Но, так или иначе, бизнес занимается финансовым просвещением. В итоге он получит как минимум благодарных клиентов, которые разбираются в финансовых услугах. То есть мы в любом случае сэкономим на том, чтобы уже когда приходят люди, они владеют информацией, они правильно выбирают продукты, услуги. Тем самым, скажем так, мы сокращаем время на их обслуживание. Может быть, вот именно о финансовых услугах хочется спросить у вас, Олег Владимирович, из Кавказского района. Олег Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, в вашей семье принято копить, скажем так, есть у вас какие-то сбережения на будущее? Ну, честно говоря, особо сбережений у нас нет. Мы, наверное, больше берем кредиты. Фермеры, индивидуальные предприниматели, поэтому нам приходится время от времени брать взаимы. Будем говорить так, в банках. Ну вот вы именно у кредита хотели бы спросить наших гостей? Ну, я, допустим, хотел бы спросить у наших гостей один вопрос. Вот там идут разговоры финансовая грамотность, неграмотность. Но я просто знаю, что очень много людей берут деньги, берут деньги, вдох, вдох. Они даже не знают. Легкомысленные люди такие. И они не допускают, что за это какая-то ответственность есть. И второй вопрос. Второй вопрос. Очень большой процент населения, они берут деньги добросовестно. Они их платят хорошо, все как положено. У них не просрочат ничего. Ну, тем не менее, они на сегодняшний момент не знают, что им есть государственная поддержка. То есть они могут получать субсидии и возмещение с бюджета государства. Вы имеете в виду получать какую-то поддержку от государства как физлица? Как просто граждане? Как юрлицу и как юрлицу. Очень просто много людей как бы не знают. Просто-напросто они не осведомленные, то есть неграмотные. Да, Олег Владимирович, спасибо. Давайте по поводу господдержки. Это вторым тогда ответом. Да, Александр Ильич, вам задам вопрос. Но коллеги вот сказали, Олег Владимирович говорит, что закредитованность высокая. Насколько это актуально? Ну, в частности, для ваших банков. Да. Позвольте, я отвечу. Я даже подготовился. Я скажу, что по нашей оценке средняя задолженность на одну семью составляет 200 тысяч рублей. В целом по России. И после оплаты кредитов 41% заемщиков остается за грани, то есть остается денег у 41% заемщиков меньше, чем прожиточный минимум. А 58% заемщиков считают, что их кредитные обязательства достаточно обременительные. Я хочу связать тут второй вопрос с вашим первым вопросом. Что, собственно, бизнес делает для того, чтобы просветить население? Мой банк, например, проводит целую линейку обучающих мероприятий, тем самым минимизируя собственные кредитные риски. То есть мы рассказываем, а что такое кредит? А зачем он нужен? Когда его использовать? И начинаем мы, как правило, именно с планирования. То есть вы знаете, что на самом деле очень мало людей планирует бюджет. Я тоже подготовил цифру. 59% населения вообще не планирует свои расходы. Вообще. И при этом мы берем кредиты. И при этом мы берем кредиты еще и не на очередные нужды. То есть мы берем кредиты на отдых, на фитнес-зал, на вторую машину, на мотоцикл. И, соответственно, вот этот снежный ком, он и возникает. То есть мы говорим о том, что первое, вот и на наших семинарах мы разделяем математику, то есть нужно брать кредиты на то, что дорожает. Вот тогда это математически целесообразно. То есть то, что с течением времени будет дороже стоить, это как инвестиция? В том числе, да. И второй момент – это психология. А то, на что я беру кредит, мне действительно нужно? Поможет ли мне это жить в дальнейшем, да? Ну, вы имеете в виду, например, там, история со вторым автомобилем, да, там, в семье? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, например, первый автомобиль – это необходимость. Да, то есть мы понимаем, что автомобиль, он не дорожает, но он необходим. Поэтому возможно рассмотреть данную покупку в кредит. А если, например, рассмотреть квартиру, квартира – это необходимость. И она дорожает. Соответственно, квартиру можно покупать в кредит. Ну, квартиру даже если вторую и третью, то, наверное, тоже можно рассматривать как приобретение в кредит. Александр Александрович, если позволите, вот сначала небольшое уточнение. У нас просто есть цифры относительно того, о чем сказал Антон Викторович по поводу ведения семейного бюджета. Сейчас посмотрим, и потом ответим на второй вопрос нашего зрителя. В части ведения семейного бюджета мы вот тут проанализировали некоторые данные за период с 2008 по 2016 годы. И вот что получили. Посмотрите, на самом-то деле фиксируют все поступления и расходы всего, ну вот по данным на 2016 год, всего 9% населения. 9%, ну то есть это как бы даже не 10, да? Немного фиксируют, но и расходов, и доходов, то есть как-то так неупорядоченная немного бухгалтерия, 16%, а еще 16% вообще не понимают, сколько у них денег поступило и сколько было потрачено за месяц. Ну, причем если с поступлениями, наверное, как-то еще более-менее упорядочено, да, ввиду того, что есть там дни получения заработной платы или какого-либо другого дохода, то вот траты-то они так вот размазаны, но это вот как раз к тому, о чем вы и сказали. А по поводу помощи со стороны государства? Да, это хороший вопрос. Тоже в свое время столкнулся с тем, что люди не понимают, что на самом деле есть большой список видов и функций помощи от государства. Для чего, что сделали, чтобы эту проблему убрать? В том же самом проекте финансовой грамотности. Один из логов, как я уже говорил, посвящен именно старшему поколению. В этом направлении создан также центр подготовки консультантов в Краснодарском крае, также в других регионах, которые участвуют в этом проекте. Цель которых заключается в том, чтобы подготовить в данном случае в Краснодарском крае порядка 300 консультантов, которые должны быть широко распространены по территории нашего региона и помогать людям отвечать на их вопросы по всем спектрам. От финансовых продуктов до вопросов финансового планирования и в том числе вопросы о господдержке, которую они могут получить налоговую вычесть, либо какая-то другая поддержка. Все это будет доступно через этих консультантов. Если мы будем говорить о предпринимателях, был затронен этот вопрос. В Краснодарском крае был создан центр поддержки предпринимателей. То, что на трамвайне. Да, то, что на трамвайне. Правильно. Который как раз нацелен на эту категорию граждан, которые хотят заниматься каким-то микробизнесом или малым бизнесом, либо личным пособным хозяйством и хотят понять, какую поддержку они могут получить в виде субсидии, либо в виде льготного кредитования. Это тоже мы сейчас делаем через фонд микрофинансирования. Моя коллега в следующем блоке, я думаю, об этом расскажет, если будет вопрос. Либо какая-то гарантия. То есть все это есть. Нужно просто подойти и спросить. Либо консультанта в вашем регионе, либо в Центре поддержки предпринимательства, который сейчас в этом году начал осуществлять консультирование, в том числе дистанционное. По телефону, через интернет. В общем, любой канал коммуникации, который существует, он доступен в этом центре. Ну, действительно, вот в Центр поддержки предпринимателей, вот то, что на трамвайне, сам не так давно заходил, просто оказался в районе. Было интересно посмотреть. Ну, я вам хочу сказать впечатляюще. Очень широкий круг и вопросов, и, в принципе, обстановка, все так уже такое, знаете, что называется, действительно, на уровне 21 века. У нас есть Андрей Михайлович из Адыгеи, который нам дозвонился. У нас как-то на этой неделе вообще очень широка география звонков наших зрителей. Это очень приятно. Андрей Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Андрей Михайлович, а вы считаете себя финансово грамотным человеком? Ну, в какой-то степени, да. Я кандидат экономических наук. А как вы применяете знания на практике? Вы ведете семейный бюджет, доходы, расходы, анализируете это? Ну, в небольшой степени, потому что жизнь отталкивается от доходов. Заработали, потратили. Много, я занимаюсь научными исследованиями, людям в этой области много не платят. Ну, у вас, видимо, еще был вопрос к нашим гостям. Да, конечно. У меня, так сказать, вот я хочу затронуть злободневную вот эту тему. Финансовой грамотности и о кредитах много говорится. И у вас как раз представители банков. Я думаю, и предприниматели со мной бы согласились и поддержали вот следующее предложение к банкирам. Вот все те деньги, которые они тратят на обучение финансовой грамотности. А это, в общем-то, в некоторой степени пустая трата денег. Потому что невозможно обучить всем уловкам. Как только вы узнали одну, так сказать, финансисты, придумают сразу другую. Почему-то проблема. Так вот, хотя бы пусть они эти деньги потратят на то, чтобы пролоббировать в законодательстве введение следующего положения. В первую очередь, с заемщика списывать не проценты по кредиту, а сумму основного долга. Ведь основная масса всех проблем, о которых говорится сегодня у должников, это у них сумма основного долга. При этом многие возмущаются, мы платим, а долг не уменьшается. Вот пусть они пролоббируют вот это и запишут, а это будет законодательство. Андрей Михайлович, спасибо за вопрос. Я прошу прощения, просто рамки прямого эфира у нас совершенно не безграничны. Валерий Юрьевич, ваш банк более других ваших коллег близок к государству, скажем так. Скажите, вообще в принципе, возможно такой процесс, о чем грязите? Я думаю, что нужно двигаться все-таки в сторону повышения грамотности каждого отдельного человека. Потому что если мы начнем лоббировать какие-то законы под какие-то предпринимательские группы или еще что-то, то это все придет на всех в тупик. Но опять же всем не угодишь. Ну и всем не угодишь и под всех не подстроишься. Это первое. Второе, это то, о чем говорит неделя финансовой грамотности, о чем мы здесь и с вами обсуждаем. То, что если каждый человек будет понимать, как правильно спланировать свой бюджет, какие у него доходы, как правильно спланировать расходы и когда у него остались какие-то денежные средства, которые он может инвестировать, как правильно распорядиться этими денежными средствами, то тогда не возникнет вопросов то, о чем говорил сейчас телезритель. По поводу того, что платить тело кредита и не платить проценты. Здесь каждый банк выстраивает свое отношение с заемщиком путем оформления договора. И естественно мы сейчас сталкиваемся, я лично сталкивался с такими клиентами, которые говорят, что я дома почитаю, а сейчас просто подпишу, возьму деньги и пойду домой, а там дома буду читать. Это в корне неправильно. То есть это такой процесс от обратного, что называется? Да, то есть люди на самом деле считают, что я не хочу читать, там очень много букв написано, поэтому просят консультанта, расскажите, что здесь написано, я послушаю, мне это нормально. Ну, это тоже неправильная позиция, потому что ты подписываешь, консультант сегодня работает, может он вчера только устроился на работу, может быть он уже сегодня последний день, когда увольняется, поэтому консультанты дают корректную информацию, но подписываешь документы и договор ты, как заемщик, поэтому ознакомься с теми положениями, которые в договоре указаны и будь любезен их соблюдать. Так что я считаю, что нужно работать с каждым заемщиком. Мы, как банк, инвестируем в это дело и исследования, которые проводились в Америке, работодатели, которые инвестируют в финансовую грамотность своих сотрудников на каждый доллар, получают 3 доллара прибыли. Ну вот, а вполне определенный показатель, к чему нужно стремиться. Да, вот мы тоже в этом проекте участвуем и считаем, что если все наши клиенты будут финансово грамотны, они будут соблюдать условия договоров, вести себя правильно, и банк будет тратить меньше денег на какие-то дополнительные расходы. Соответственно, сможет предложить клиенту более низкие ставки по кредитам и более лояльные условия. Вот и все. Вы знаете, мы тут в течение всей программы много говорили и часто произносили словосочетание финансовой грамотности. В завершении этой части программы я вам хотел бы показать еще одну цифру, ну точнее несколько цифр. Мы посмотрели и с коллегами проанализировали данные об уровне финансовой грамотности в странах. Самый высокий показатель это Дания, Норвегия и Швеция, там 71% населения считаются финансово грамотными. Россия, ну, скажем так, из представленных в середнячках, да, вот 38% на уровне Бразилии и Эмиратов, ну а ниже уже остались Китай, Индия, ну и Йемен где-то там совсем в завершающей стране. Поэтому есть к чему стремиться и все то, что делает и власть, и бизнес, но это уж абсолютно то, что нынче, в 21 веке, востребовано. Если можно очень коротко. Очень коротко. Ну, на самом деле, если провести такие же исследования, то уровень людей с высшим образованием в России будет довольно-таки высоким. Ну, потому что высшая школа России в принципе. И просто то, что люди не хотят погружаться в финансовую грамотность, это ответственность каждого конкретного человека. Он не хочет разобраться в этих вопросах, в элементарных. Ну, которые потом сказываются теми самыми двумя и тремя стами процентами, о чем мы тут сами говорим. Поэтому я настоятельно рекомендую всем изучить. Изучать. О повышении финансовой грамотности, но уже в бизнес-среде поговорим через пару минут. О повышении финансовой грамотности в бизнес-среде поговорим в этой части программы. И представлю вновь присоединившихся к нашему разговору гостей. Это Наталья Юрьева, член комитета по женскому предпринимательству Краснодарского отделения опоры России. Наталья Владимировна, здравствуйте. И Светлана Балаева, исполнительный директор гарантийного фонда Краснодарского края. Светлана Сергеевна, добрый вечер вам. Ну, а мужчины в нашей студии мы сегодня уже представляли, повторяться не будем. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости. Вот, наверное, в первую очередь, Наталья Владимировна, вас спрошу. А насколько финансово грамотен у нас сегодня бизнес? Предприниматели, нужно повышать эту самую грамотность? Обязательно. Потому что я, как практикующий финансист, я сталкиваюсь с тем, что люди, открывая свой бизнес, не имеют представления, допустим, о том, чем они будут заниматься, но как они это будут делать, они не представляют. У них, как правило, нет своего бизнес-плана, они не могут спрогнозировать свою выручку, они не могут спрогнозировать свои затраты, и чаще всего они зарабатывают не прибыль, а долги. И поэтому у них возникает масса проблем в связи с введением своего бизнеса. Они начинают кредитоваться, тоже слабо понимая продукты кредитования. В результате зарабатывают очень много долгов. Ну и в конце концов вот этот кредитный коммунду накапливается. Да, накапливается, накапливается. До критической массы. Да, и люди в конце концов разоряются. Возможно, что изначально приходят с каким-то капиталом, который постепенно тратят, и в результате из-за отсутствия или там свои финансовые... Ну, из-за неправильных действий, скажем так, да? Да, из-за отсутствия грамотности у них получается вот... Такие плачевные результаты. Да. Ислана Сергеевна, скажите, а гарантийный фонд Краснодарского края чем-то может помочь вот такому закредитованному бизнесу? Либо все-таки фонд больше нацелен на развитие компаний, которые, ну, во-первых, скажем так, с положительным балансом, а во-вторых, только вот, может быть, начинающих свой бизнес? На самом деле у гарантийного фонда сегодня два основных направления деятельности. Это именно гарантийная поддержка предпринимателям, то есть мы выступаем поручителем по кредитным сделкам предпринимателей. Закредитованы они, не закредитованы, то есть есть у них кредиты, действующие нет. Это уже оценка специалистов банка идет, их платежеспособности, и мы со своей стороны тоже смотрим, готовы будут они отработать этот кредит или нет. И второе или не менее основное направление нашей деятельности – это центр поддержки предпринимательства. Что мы делаем? Мы оказываем широкую консультационную помощь предпринимателям. И основная наша цель – это в том числе повысить их финансовую грамотность. Делаем мы это своими силами, я сама лично консультирую предпринимателей. Плюс силами у нас пять консультантов в Центре поддержки предпринимательства работают, готовы рассказать самостоятельным предпринимателям, ответить на все их вопросы касательно финансовой стороны дела, то есть где взять деньги для финансирования вновь создаваемого бизнеса, действующего бизнеса. Либо же, если у них только какой-то стартап-проект, где сейчас берут. Мы можем рассказать про те фонды, которые действуют на территории Краснодарского края и на территории вообще в целом Российской Федерации, которые готовы поддержать, допустим, IT-проекты, потому что банки не готовы финансировать. А мы готовы рассказать, где найти эти источники финансирования, рассказать о тех рисках, которые возникают у предпринимателя, если, допустим, он ищет частного инвестора, с чем он может столкнуться, мы можем особенности рассказать, а он все равно будет принимать решения сам. Для нас главное, чтобы он знал о тех рисках, с которыми он столкнется. Помимо того, что мы сами это делаем, в телефонном режиме при личной встрече с предпринимателем, у нас есть партнеры, компании и специалисты, которые очень имеют богатый опыт работы в сфере финансовой и готовы делиться своими знаниями с нашими предпринимателями, либо с людьми, которые только собираются заняться бизнесом. Мы сталкиваемся с такими вопросами, когда предприниматель даже, ну, допустим, микропредприятия, да, они не готовы, собственники этих компаний, они не готовы тратить деньги, денег для того, чтобы содержать своего финансиста, экономиста. Чаще всего... Ну, может быть, это кому-то и финансово... Да, но чаще всего этим занимаются в компании, ну, в микропредприятии, занимается либо сам предприниматель, да, либо бухгалтер. Ну, да, главный бухгалтер, у которого он же HR, он же там и потом много чего. Абсолютно верно. Даже при выборе того банка, где открыть расчетный счет, бухгалтер чем руководствуется? Удобством, да, удобство для него в первую очередь... Ну, либо собственными, там, какими-то наработанными уже... Ну, контактами, да, может быть, его личные контакты, у него там знакомый специалист, ей так легче, допустим, документы оборота организовать, либо территориально где-то. То есть, навряд ли, не все, вернее, бухгалтеры, они готовы оценить финансовые перспективы, работать с тем или иным банком, да. Даст ли возможность проведения там оборотов предпринимателя в потенциально, в перспективе, возможностью воспользоваться там удобным кредитным продуктом, что сейчас интересно. Да, то есть, вы тут очень широкий спектр, конечно, оказывается, я имею в виду гарантийный фонд, да, очень широкий спектр именно вот такой вот помощи для того, чтобы правильно сориентироваться. Но вот вы в своих словах сказали о том, что предприниматели сами часто, ну, или там есть такая практика, да, когда предприниматели делятся своим опытом, своими наработками, и вот об этом мы сегодня тоже говорили с председателем Краснодарского отделения Организации опоры России Даниилем Башмаковым, в рамках организации есть целая менторская программа, и, ну, она вот в этом году запущена, и мы с ним говорили о том, что же, собственно, движет предпринимателями, которые в своем и так-то напряженном бизнес-графике еще находят время для того, чтобы вот передавать опыт молодым бизнесменам. Вот что он нам рассказал об этом. У нас обучение проводят тренеры, которые сами являются действующими предпринимателями. То есть не преподаватели вузов, не какие-то, ну, как, коучеры, да, которые там всю жизнь читают теорию и потом рассказывают, как надо жить, а именно действующие предприниматели. И этих предпринимателей... У нас конкурс был, ну, 10 было желающих, из них выбрали трех. После этого эти три человека обучались в Москве методикам преподавания, обучались тем, ну, скажем, темам, блокам, которые надо проводить именно методикам. И сейчас вот у нас уже прошло два блока по два занятия, на которых тренеры рассказывали, ну, именно вот ту программу, которая нужна предпринимателям. Мы планируем, что предприниматели, у предпринимателей рост будет не менее 30%. Либо это будет рост в обороте, либо это увеличится количество сотрудников этих предпринимателей, либо они расширятся по количеству торгов, ну, точек, ну, или как бы сбыту продукции. Алексей, скажите, пожалуйста, а что еще государство может делать в части такого наставничества, менторства, если можно применить к модели бизнес-власть, с точки зрения именно повышения такой финансовой громкости, ну, вот кроме того, что Светлана нам уже сказала? Ну, конечно, большое внимание уделяется еще и начинающим предпринимателям. Почему? Потому что, скажем так, у молодежи востребованность очень большая к таким знаниям. Встречаясь там с студентами СУЗов, либо школ, когда задаешь вопрос, кто хочет стать предпринимателем, ну, наверное, 90% поднимают руки. А вот когда начинаешь с ними уже предметно по этой тематике общаться, то видишь, что, ну, как правило, молодежь еще неосознанно понимает, а что связано с предпринимателем, какие знания надо иметь. То есть сегодня, например, когда мне вопрос задают, а вот легко ли быть предпринимателем, я отвечаю, наверное, это намного сложнее, чем было там 5 или 10 лет назад, потому что сегодня современный бизнесмен должен разбираться в государственных закупках, потому что это способ расширения своего бизнеса, и понимать все возможные виды там финансовых продуктов, и с фондовым рынком порой зачастую общаться, уметь знать, куда там можно было свои, скажем, резервы распределить, как можно там переезжать, дать период, когда у тебя там неблагоприятная ситуация в бизнесе. Ну, действительно, много изменилось даже в бизнесе, и даже за короткое время, да, поэтому здесь вот объем и багаж этих знаний нужно обновлять очень часто. Давайте послушаем Ольгу Ярославовну из Кропоткина, она нам звонилась. Добрый вечер. Ольга Ярославовна, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос к нашим гостям. В городе Кропоткине хотела узнать. А вот, ладно, детей учить будут со второго класса, а взрослые, где могут на эту тему же, как говорится, деньги считать, учиться? Где в Кропотке не можно поднять свою финансовую грамотность и обучиться? Ну, как уже говорили предыдущие, наверное, выступающие, сейчас идет программа подготовки преподавателей, и планируется, что, наверное, к маю-юнюю месяца эта программа закончится, и, по крайней мере, ожидаем, что в 900 школах Краснодарского края, школах и СУЗов будут преподаватели, к которым можно будет передойти и подойти и задать вопрос. Которые будут обучать и детей, и взрослых? Ну, естественно, они как бы... Там не будет каких-то возрастных ограничений, да? Детей, но, в принципе, тот багаж знаний, который будут преподавать, он позволяет дать и нормальные консультации взрослым. Что касается предпринимателей, то у нас рядом с Кропоткиным в Армавире также есть филиал Центра поддержки предпринимательства. Можно проехать эти там несколько десятков километров, чтобы задать вопрос. Опять же много в интернете всей информации. И буквально последний вопрос, Игорь Викторович, я вам задам. Алексей сказал, что очень много сейчас нужно знать, особенно начинающему предпринимателю. Наши вузы дают то, о чем говорит Алексей, то, что нужно знать этому самому молодому предпринимателю, начиная свой бизнес. Я бы хотел начать с двух вопросов. Во-первых, поколение, которое жило в Советском Союзе, оно не совсем привыкло к этому процессу, потому что они живут ежедневенчивым. Вот вопрос предыдущий был в прошлой сессии, что якобы мне не помогли, не подсказали. Но уже понятно, что человек должен сам решать свою проблему. Никто помочь его, никто подсказать не сможет. Помоги себе сам. Помоги себе сам. И второй вопрос, для того, чтобы учить, я давно слышал, такие исследования проводились, что всего лишь 5% людей в мире могут воспроизвести собственность, то есть создать что-то новое. 7% в мире людей, которые не пройдят то, что сделали первые 5. А остальные, в принципе, не способны ни на что. Поэтому я отношусь немножко спокойно к тому, что нужно учить всех. Всех учить-то нужно. Но смогут ли все поднять тот пласт, который они собираются сделать? Ну, а это уже покажет время, как говорили на Первом канале. Потому как только через несколько лет мы сможем понять, насколько те финансовые азы, которые закладываются сейчас, проявят себя во взрослой жизни у нынешних детей. Прошу прощения, уже совсем не успеваем, вынужден попрощаться. А к телезрителям вернусь, правда, уже в одиночестве через пару минут. Не расходясь мыслью по Древу, сразу перейду к результатам интернет-голосования. Вот какие ответы мы получили на вопрос, а есть ли у вас резервный семейный фонд. Ну, знаете, по-моему, даже комментировать особо не стоит. Это только лишь еще говорит о том, что финансовую грамотность нам с вами повысить очень даже будет полезно, потому как и дети, и наши внуки в новом обществе будут жить уже по-новому. Хорошего вам вечера и увидимся. Генеральный партнер программы «Факты» Альфа-Стройкомплекс Альфа-Стройкомплекс